здравствуйте друзья в эфире канал ньюаш вот и с вами я юрий геннельфор три дня назад я уже подробно описывал в репортаже о так называемых отрядах путина из краснодара тот факт что этот добром не кончится и в происходит сейчас реальная хунвибинизация всей страны к сожалению я оказался вчера в москве скончался иван скрипниченко которому неизвестный сломал нос на месте убийства бориса немцова на большом москворецком мосту по данным активиста андрея маргулева около 10 часов вечера 15 августа иван скрипниченко дежурил на мосту к нему подошел неизвестный мужчина и кулаком ударил его в нос пострадавший был доставлен в ней скорой помощи имени склифосовского диму диагностировали перелом полицейские нападавшего разумеется не нашли скрипниченко как склифе оказали первую помощь после чего пострадавший отправился домой однако 23 августа он скончался но как предварительно сообщают врачи из-за оторвавшегося тромба нет нет друзья мои разумеется о пг марата динаева здесь ни при чем и я не собираюсь обвинять вот эту вот краснодарскую банду в том что она имеет какое-то отношение к смерти ивана скрипниченко однако между попустительством краснодарских властей хулиганским выходком банды марата динаева и убийством ивана скрипниченко прямое следствие и здесь наблюдается причинно-следственная связь а связь это такая без наказанность это одним словом можно описать потому что вот те самые молодчики которые видят что краснодарские власти сквозь пальцы смотрят на пиар вот этой вот динаевской упг они рассуждают естественным образом если можно почему мне нельзя и таким образом только на основании того что другой человек думает иначе они считают для себя совершенно нормальным и возможным подойти к этому человеку и ударить его по лицу и в данной ситуации вот мы имеем то что мы имеем чтобы вы поняли меня друзья я расскажу одну историю 20-летней давности тогда в центре саратова в одной из школ какие-то хулиганы местные и местные неважно они повадились отбирать у школьников деньги и соответственно унижать их издеваться над ними упиваясь своей безнаказанностью жалобы родителей дирекция школы оставляла без внимания разводя руками а что мы можем сделать участковый пункт милиции кстати тогда еще милиции который был расположен всего в двухстах метрах от этой школы тоже разводил руками а что мы можем сделать вы знаете чем это закончилось а закончился тем что некоторые родители они договорились с определенными людьми в результате подъехали подъехала бригада боевиков в результат чего у этой школы произошла массовая драка причем которая закончилась нанесением очень тяжелых повреждений одной из сторон да после этого хулиганье как ветром сдуло но вот это нужно вот это вот нужно ведь поймите простую вещь то что власти закрывают глаза на вот эту вот про путинскую гопоту на то что как грибы после дождя растут вот эти вот опг которые занимаются натуральным хулиганством это приведет к тому что граждане начнут решать проблемы самостоятельно и чем это закончится я не знаю точнее мне страшно предположить чем это закончится разумеется мне эту гопоту не жалко собственно говоря ну я не распространяют на всю россию я распространяю это на саратов что я наблюдал своими глазами конечно все эти бандюганы все это хулиганье они сейчас на многочисленных кладбищах в окрестностях саратов отдыхают это же ждет и подобные о пг и в данном случае у меня сомнений нет но неужели вот так трудно понять что таким вот благодушным отношением пусть даже к своим собственным адептам к хулиганским выходкам неужели трудно понять что власть толкает страну гражданскому противостояние это что вот я сейчас какие-то бездны науки открываю на мой взгляд это очевидно всем доброго подписывайтесь на канал не ваш вот ставьте лайки если будут вопросы присылать обсудим до встречи